Пришла зима, а через 20 секунд у нас новое вторжение инопланетян. А я в своё время любуюсь инновационными постройками наггетов. Как это вообще держится на кирпичах? О, инопланетяне решили поговорить. Хотя нет, это ещё одна угроза. Они говорят, что мы очень хорошо сражаемся, но нам это не поможет. Поскольку они технологичнее и более продвинуты, чем мы, НЛО направит против нас своё супероружие. Поэтому всё, что нам останется, это трястись от ужаса и гадить под себя. Огромная груда железа пытается уничтожить нашу планету. Наггеты, в свою очередь, не сдаются и пытаются отбиваться, стреляя из защитных вышек. Вначале я думал, что этот монстр всё же одержит верх над наггетами, но всего одна защитная вышка умудрилась сбить защитное поле этого робота. А я же, в свою очередь, на эти эксперименты решил скинуть на него метеоритный дождь. Вот так быстро инопланетяне потеряли своё супероружие. А что самое интересное, этот робот стоял на государстве смертников и совершенно ничего им не сделал. После такого моё терпение кончилось, и я планирую в будущем уничтожить это государство. Собрав все останки инопланетного робота воедино, Наггеты начинает его изучение. Выясняется, что это машина для высасывания ресурсов из планет и в дальнейшем уничтожения их. Поэтому его прозвали Планетокрушитель. И его, оказывается, можно воссоздать, собрав три компонента, разбросанные по всей галактике. С этой мыслью я иду делать солнечные батареи. И, как говорит диктор, мы начинаем покорять солнечную силу. Летом на государство смертников случайным образом обрушивается метеоритный дождь. И я, пользуясь этим случаем, беру в охапку свою армию и направляю атаковать смертников. И, не успев моя армия выбежать, как я вижу, что вражина начинает очень быстро отстраиваться. А вражеские военные патрулируют центр. Битва началась. Не знаю почему, но мои войска опять в меньшинстве. И чему меня жизнь, видимо, не учит. Я планирую воспользоваться молнией, но, к сожалению, маны у меня не хватает. Я жду, пока она накопится. И к этому моменту моих солдат почти всех расстреливают. Остается два бравых воина, которые вытягивают эту битву. По крайней мере, мне так казалось. Мана к этому моменту уже накопилась, и я мог бы помочь своим бойцам, но они уже и сами управились. Увы, из всей армии у меня остался всего один воин. Как говорится, и один в поле воин. А молнию я решаю использовать для крушения зданий. А то, что этот бедолага один и сделает. Быстренько штампую еще вояк и отправляю их на подмогу тому бедолаге. И вдруг вижу, как чернорабочие или беженцы из того государства тащат ко мне ресурсы. Бравый одинокий боец бежит по асфальтированной дороге к другому, чтобы помочь ему ломать здание. На самом деле, тут бы пригодились подрывники, но вот чё-то я не выделил средств на них. И несмотря на то, что город уже почти захвачен, вражина продолжает строиться. Что это мы всё о войне да о войне? Давай немножечко позитивчика. Воздушный шар теперь будет летать у нас с городи. А для мореплавателей я решил поставить маяк, который будет освещать им путь домой. Вот и всё. Государства смертников больше не существует. Территория очищена. А это значит, что я могу спокойно теперь здесь строиться. И не переживай, что я залезу на чью-то чужую территорию. Нагиты начинают сталкиваться с проблемой осушения озер. А я, в свою очередь, открыл экстрактор недостаниума. Недостаниум – это инопланетный ресурс, при помощи которого мы сможем строить нагитоидов. А чтобы их построить, нужен завод нагитоидов. И вот мы подбираемся к эре робототехники. Но вот только я сперва строю завод, и только потом буду добывать недостаниум. Наверное, это не совсем правильно, но мне захотелось так. А ещё у нас настраивается центр клонирования, который я так долго ждал. И он действительно очень высокий. Наверное, это самое высокое здание в мире нагитов. И вот оно готово! Какое же оно стеклянное и красивое. Давай же заглянем внутрь и попробуем кого-нибудь создать. Мы можем выбрать пол будущего клона, цвет его тела, выбрать одежду, которую он будет носить. Как это относится к клонированию, не знаю, но как это относится. Цвет волос, прическу тоже мы можем выбрать. Естественно, мы можем выбрать ему любую шапку, которую он будет носить, когда вырастет. И аксессуар. Какой же современный мир без аксессуаров? Поэтому очки. И, конечно же, покопошимся в генетике. Есть 9 генов, которые мы можем выбрать. У каждого есть плюс и минус. Я же выбрал ген почти бессмертный. И вот наш клон в пробирочке, и его сейчас начнут выращивать. Пора строить обсерваторию, чтобы изучать космос. В нем столько планет и столько звезд, и на каждую мы можем слетать. Но вот только есть дилемма. Нет корабля. А пока нет корабля, нам нужно вернуться на Землю и достроить солнечные панели, чтобы питать нашу современную цивилизацию электричеством. Наконец-то! Наконец-то панели работают, и они заряжены на все 100%. Но одного такого строения нам будет недостаточно. Нам нужно больше. Поэтому я строю еще одну солнечную панель. А вот и наш воздушный шарик построился. Какая красота! Надеюсь, что это не бутафория, и он умеет летать. А вот и маяк. Освещающий путь для моряков. Улучшенные фермы животных. Выглядят теперь таким образом. А звуки сирены нам говорят о том, что нас опять посещает катаклизм под названием землетрясение. Скоро наша пятая точка опять затрясется и загорит. К слову о катаклизмах. Наша планета очень быстро начинает загрязняться. Я не успеваю очищать озера, поэтому как нужно скорее покидать эту планету и колонизировать какую-то другую. Инженеры будущего используют лазерные инструменты, похожие на джедайские мечи. Видимо, гаечные ключи ушли в прошлое. Он действительно летает! И там внутри сидит нагид. Возможно, это турист. И он просто смотрит на город свысока. Мы успешно двигаемся в военном ремесле. И теперь у нас появились вертолеты. Жаль только, что и у противников они тоже теперь есть. И граница у нас охраняется не солдатами, а вертолятами. И хочу сказать, что когда дело дошло до техники, боевые столкновения начали происходить чаще, нежели без техники. А мне отвлекаться на это не хотелось, и пришлось решить вопрос. И ты сам понимаешь, как. Конечно же, грубой силой. Я построил еще один завод по производству вертолетов, собрал два отряда и отправил нападать на город. К сожалению, помочь я им ничем не мог, поскольку город противника был под куполом защитным. Его, чтобы разбить, нужно огромное количество маны для метеоритного дождя. И я решил действовать довольно тонко. Просто отправил вертолеты под купол. И, как мне кажется, они справились с этой задачей просто шикарно. Завод нагитоидов достроен. Роботы разработаны, и остается только добыть ресурсы. Это чипы и недостанем. Какое символичное у него название, как будто его нельзя достать. Чудеса света, как они прекрасны. И я решаю построить для нагитов свои чудеса света. Ну, как свои? Пирамиду в пустыне по египетской технологии. Как утверждают аналитики, это должно поднять настроение моего населения. Все идет своим чередом. Планета загибается. Нагиты планируют колонизировать другие планеты. Как вдруг к нам заглядывают инопланетяне. Давненько их не было. Я уж думал, они забыли про нас. Ну, так мы им сейчас напомним. Чтоб они больше сюда не сувались. Надеюсь, это никак не связано со строительством пирамид. Какое назойливое НЛО. Летит прямо в центр. Ну, его здесь поджидала, в принципе, смертоносная ракета. А вот и гринписовцы подъехали. И просят меня озеленить планету своей силой. Ведь дышать и так невозможно. Кислорода не хватает на всех. И я принимаю решение. Ладно, помогу. И прямо в центре устрою вам леса. Да что там леса, джунгли. Главное только, чтобы нагиты в мартышек не превратились. Или тарзанов. Между прочим, это гениальное решение. В центрах всегда не хватает зелени и деревьев. Все, руки не доходили до обсерватории. И теперь она строится. Огромный телескоп поможет нам изучать космос. А вот чтобы собирать образцы грунтов с других планет, нам потребуется космодром. Да-да, скоро нагиты полетят в небо. Вселенная очень большое место, творец. Но каким-то образом она стала меньше. О, да. С каменного века я наблюдал за этим странным инопланетным камнем. И как оказалось, это недостанию. Благодаря нашему экстрактору навороченному мы сможем его добыть. А эта штука, которая также мозолила мне глаза, оказалась в батарее планета-крушителя. Одна из его частей. Что ж, ее тоже мы теперь можем вытащить. Приступаем к строительству крана. Как же хорошо, когда все спокойно. Ой-ой. Накаркал. Кто ж меня тянул за язык? Вновь пробудился наш вулкан. И уже разрушил несколько зданий. Вулкан поднял температуру планеты. И без того высушенные озера начинают мельчать. И чтобы как-то выровнять данную ситуацию, я принимаю решение строить генераторы облаков. Это башни, которые будут вызывать нам дождливые облака. И тем самым мы сможем наполнять озера. А это наше первое чудо света. Нагетская пирамида. По образу и подобию египетской. Но мы об этом им не скажем. Всевидящее око, которое заглядывает в космос, у нас построилось. И чтобы им воспользоваться, нам нужны заряды. На данный момент у нас их ноль из пяти. Поэтому я сейчас ученых подгоню, чтобы они быстренько там все вопросики порешали. И мы начнем исследование космоса. Улучшив бункер, решил в него заглянуть и ахнул. Откуда у меня в бункере столько зеленых человечков? И все они на одно лицо, как клоны. Решая посмотреть, где же один из склонов. И он оказался в чужом государстве. И что же чувак из чужого государства делает в моем бункере? Это вопрос. Ситуация с водой критическая. Я даже начал строительство гидроколлайдера. Но, по всей видимости, слишком поздно. И чтобы как-то спасти китов, я призываю дождь. Вода заканчивается. Вулкан под жопой. Нагиты жалуются на нехватку кислорода. А соседи воюют между собой. И не солдатами и техникой. А призывают каких-то монстров в виде щупальц, которые пожирают и убивают население другого государства. Гидроколлайдер достраивается. Скоро мы сможем наполнить засохшее озеро водой. Осталось совсем чуть-чуть, и наша лодка с китами будет спасена. Величественный космодром. То место, которое позволит нам открыть новое в космосе, ожидает нашей первой ракеты для запуска. Остается лишь в ракету загрузить строение, ресурсы, наггетов и лететь. Экстрактор недостаниума построен. И скоро мы начнем его добычу. А вместе с этим у нас появятся и роботы. Обсерватория накопила заряды. И теперь мы можем изучать космос вокруг нашей планеты. Правда, не везде. Только в определенном радиусе. В данном случае радиус обозначается пунктирной линией. Это зона, до которой дотягивается наша обсерватория. Открывая звездный туман, мы находим новые планеты и какие-то обломки. Возможно, это обломки инопланетян. А может быть и что-то другое. К сожалению, поскольку обломки от нас далеко, мы не можем их исследовать. Но можем запустить космический фейерверк. А еще подробно изучить планеты, которые смогли открыть. Каждая планета обладает своим кислородом, водой, загрязнением и температурой. То есть некоторые планеты для наггетов могут быть очень опасны, а другие благоприятны. Но колонизировать мы можем абсолютно любую планету. Только вот нам бы свою как-нибудь спасти. Смотрит совсем уж плохо. Полагаю, для этого опустевшего океана придется подобрать новое название. Например, каньон Большого Прокола. А что ты на это скажешь, Диктор, а? А? Дождливые тучи и гидроколлайдер должны восстановить это озеро. И оно никогда не будет каньоном. Особенно высушенным. Выкуси, Диктор, я бы остановил его. Лодки плавают, киты спасены. А это кто такой? Он слишком крут для этого мира. Какой-то космический хакер. Наггеты будущего стали одеваться очень неинтересно. А еще гидрометцентр врубил сирену, напоминая нам о том, что сейчас на нас обрушится метеоритный дождь. Поэтому все в укрытие, в бункер. Правда, вот бункер наполовину заполнен зелеными клонами. Почему их так много и все они одинаковые? Надеюсь, что мест всем хватит. А пока мы ожидаем метеоритного дождя, соседи продолжают чмырить друг друга магией. В этот раз они перешли на силу Зевса. Я думаю, что они и без моей помощи друг друга уже скоро кончат. По крайней мере, купола они себе уже пообломали. А нет, у этого еще стоит. Как-то это странно. Я ждал метеоритный дождь, а прилетела огненная буря. Но в любом случае, мои подопечные спрятаны в бункере и хорошо защищены. А вот строения уже горят. Буря прошла. Экстрактор по выкорчевыванию аккумулятора для нашего планетокрушителя построен. И мы начинаем его вытаскивать. Выходит, что первая деталь из трех у нас уже почти в кармашке. А остальные две детальки где-то на других планетах. Что ж, по такому поводу нам пора грузить космический челнок и отправлять наггетов бороздить космос, чтобы найти оставшиеся детали. С собой я беру, значит, жилье для наггетов, склады, пятерых наггетов, воду и еду, и, конечно же, ресурсы для строительства других зданий. Список готов. Загружаем все это на борт. Процесс загрузки можно наблюдать на огромном экране космодрома. И когда все будет готово, нас должны оповестить. А пока предлагаю построить космопорт. Это торговый порт, который позволит нам торговать своими же ресурсами с другой планетой. Ну, то есть, если я прилечу, допустим, на Луну, построю там тоже космопорт, я смогу торговать между Луной и Землей. Хотя торговать это, грубо сказано, скорее отправлять провизию на Луну я смогу. Не достанем, он поступает на завод наггетоидов, и наши первые роботы начинают производиться. Вот таким вот образом они выглядят. И их вид – это отсылка к одному из фильмов, старых фильмов. Кто знает, что это за фильм, пиши в комментариях. Роботы обладают здоровьем, силой и зарядом аккумулятора. В принципе, как наггет, только более живучий и очень устойчив к погодным условиям. Но вот чтобы его зарядить, нужен в любом случае наггет. И не простой, а инженер с высшим образованием, между прочим. Наш робот направился сразу же на работу. Бежит на завод брать какие-то ресурсы для стройки. Интересно, насколько заряда у них хватит. Будем наблюдать. Одно я знаю точно – они не устают. Их нужно всего лишь подзаряжать. Выходит, что это отличные рабочие. Все ресурсы для ракеты собраны. Первый космический корабль наггетов. Маленький шаг для наггета и огромный для всего наггетства. Это время пришло. Корабль заполнен на 80%, остальные 20%. Будут пустыми, ничего страшного. Остается лишь выбрать пункт назначения. Куда наша ракета полетит? А лететь она может далеко и очень долго. А так как наш спутник излучает радиоволны, говорящие о том, что там есть деталь планета-крушителя, мы отправляемся туда. На Луну наггетов. Три, два, один. Пуст! Как и после любой другой огромной ракеты, на планете еще долгое время царит пылище. Наконец-то наш челнок долетел до пункта назначения. И теперь нам остается только нажать на кнопочку «Колонизировать». Что мы и делаем. Вот она. Наша будущая колонизированная Луна. Здесь нет кислорода, атмосферы, ничего живого и растительности. Лишь песок и камни под ногами. Смогут ли выжить здесь наггеты и обустроить колонию? Ты узнаешь в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин